По сведениям Минприроды, сегодня 467 арендаторов и 11 государственных учреждений казенных предприятий используют около 46 тысяч гектаров лесных участков. Среди должников числится 29 арендаторов. Темп роста за должность в 2019 году увеличился по сравнению с 2011 годом с 36 миллионов 400 тысяч рублей до 49,5 миллионов рублей. Из-за неуплаты, арендной платы ООО «Агролес» это 8 миллионов 200 тысяч рублей. И вертикаль 3 миллиона 100 тысяч рублей, градации 1 миллион 500 тысяч рублей. Разумеется, Минприрода обратилась в суды. По некоторым случаям решения вынесены, по остальным ведется разбирательство. Исполнительные листы на неплательщиков есть, вот только толку от этого нет. Некоторые должники, кстати, и на заседание не сочли нужным явиться. Глава Чувашия заметил, что ситуация, к сожалению, распространенная. Причем не только с лесными участками, но и с землями иного назначения. Странно при этом, что с арендаторами и неплательщиками поддерживаются деловые отношения. Вы за одолженность через суд получите исполнительное производство. А договор-то зачем не расторгаете для меня? Вот это непонятно. Они нарушили обязательства, подписанные вами, им, значит, есть у вас право расторгать. Впрочем, и должников тоже нельзя причесать под одну гребенку. Арендатор Марушин, задолжавший около 6 миллионов рублей, пояснил, что неплатежи с его стороны вызваны некоторыми сложностями в документах. Восставляемый объем древесины на самом деле, скажем так, отсутствует в силу того, что лесустройство было проведено в 1993 году, а сейчас, скажем так, 2012 год, и более 20 лет, и реальной картины, скажем так, в лесах отсутствует. Сейчас у нас дело, значит, находится, прошло первую инстанцию, мы это дело выиграли. Выиграли, сейчас находится, скажем, в апелляции. Андрей Марушин заверил, что в ближайшее время рассчитается с долгами. Остальным глава Чувашии посоветовал не шутить с государством. Кроме того, Михаил Игнатьев поручил Минфину составить реестр использования земельных участков с указанием стоимости аренды и уплаченных сумм, после чего должниками займутся предметно. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин